Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы рассмотрим еще одну практику, незаменимую и абсолютно полезную для жизни. Я ее называю в гостях у Бога. Хотя фактически все очень просто. И делать ее для того, чтобы ее выполнять, для этого надо просто сместить восприятие, да, и вот так воспринимать мир, как таковое, что-то делать, что-то тренировать, особо-то и не требуется на самом деле. Просто точку сборки восприятия мы немножко смещаем. Мы смотрим с позиции наблюдения под другим углом восприятия на те ситуации, в которых мы будем оказываться. Смотрите, что требуется. Представьте, что вы пришли к Богу в гости. И вокруг вас находятся другие люди, которые точно так же пришли в гости к Богу. Пришли и вместе тусуются, вместе общаются, что-то делают, творят, как-то реализуются, как-то проявляются. И само собой очевидно, что к Богу в гости приходят боги. И таким образом, когда вы видите, что рядом с вами Бог, вы можете ему нахамить, или послать его, или сказать что-то обидное, или, или, или. Как вы проявляетесь с Богом, да? И в то же самое время, если рядом с вами Бог, то и вы Бог, вы же в компании богов, значит, само собой разумеется, что и вы Бог. И если вы Бог, то тогда вы же будете уважительно относиться и к себе. Вы будете общаться с такой позицией, когда и ваше все сокровенное будет принято другими богами. Вы принимаете их, они принимают вас. Когда у вас такое восприятие, и вы приходите домой, а дома у вас семья, дети, жена, скажите, пожалуйста, если вы к ней подходите как к богине, как она проявляется по отношению к вам? Хорошо, давайте другую ситуацию рассмотрим. Вы приходите в исполком для решения каких-то вопросов. Вы можете прийти, наорать, застроить и так далее. А можете прийти туда как к богам. Разве боги не договариваются? Договариваются, им же дан речевой аппарат. Точно так же силовые структуры. Если вы к тому же самому гаишнику относитесь как к богу, скажите, он будет с вами беседовать как с чем-то позорным? Может, в том случае, если вы сами себя не цените. Но если у вас все хорошо, вы в состоянии бога, и вы видите в нем бога, то разговор выстраивается совсем по другому сценарию. Понимаете, это работает удивительно, это восприятие. В том случае, если у вас внутри тишина и гармония. Вы приняли себя богом, и вы принимаете других людей богами. То есть, если вы просто скажете «я бог», и будете относиться ко всем надменной людишке, это проявление гордыни. Если наоборот, они все высочайшие должности, они все суперлюди, а я никто, то равновесие нарушается в другую сторону. Здесь необходимо проработать самооценку. Для того, чтобы практика была рабочей, надо установить гармонию. Вот в этом вся сложность. Гармонию, когда вы есть тот, кто вы есть, и вы принимаете людей такими, какие они есть. И вы относитесь с любовью, с уважением, в радости, в спокойствии. И тогда все вопросы решаются именно из этих состояний. Понимаете, вот эта практика, она удивительным образом влияет на формирование реальности, той среды, в которой вы живете. Если у вас внутри спокойствие, радость, любовь, гармония, то ее, как правило, ничто не нарушает. Вы можете что-то впустить другое, вы можете включиться в игру, поиграть, выключиться из игры, из игры, поиграть. Но ваша реальность формируется так, как вам приятно. И видите ли, что самое ключевое вот в этих состояниях и вывод из этой практики, что она дает в жизни, именно через нее можно прийти к осознанному управлению своей реальности. Когда мне говорят об осознанности, что вот этот человек суперосознан, но при этом я вижу, что у него вот эти весы не в равновесии. Я понимаю, неравновесие будет включать человека в неосознанную игру. Ту игру, которую он не предвидит, не ожидает, и на которую он вынужден реагировать. Если вы хотите, чтобы вы сами выбирали, что в вашей жизни должно случиться, пускай у вас еще нет предвидения, пускай у вас нет еще, вы просто экстрасенсорику даже полшага не сделали, но вы хотите спокойствия и гармонии, вы хотите, чтобы у вас в жизни случалось то, что вы выбираете, вот тогда эта практика для вас просто необходима. Причем это не просто практика, это стиль жизни. Если он вошел в вашу жизнь, и вы сделали его стилем, то ваша жизнь идет по одному сценарию. Если вы все-таки решаете поиграть в игру гордыня-низкая самооценка, либо там другие проявления, на самом деле проявлений человека очень много, вы решили покачаться на этих качелях. Это ваш выбор. И он тоже принимается. На сегодня все. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok